Привет, друзья! Судьба Анастасии Заворотнюк – яркий пример того, как можно прославиться после одного удачного проекта, но и одновременно попасть в зависимость своего образа. После звездной роли актрису ассоциируют исключительно с ее героиней, поэтому двери других проектов для нее наглухо закрыты. Поначалу такая слава Анастасии очень нравилась, но вскоре оказалось, что ей уже тесно в этих рамках и хочется чего-то нового. Было очень трудно убедить режиссеров, что она способна справиться не только с комедийным образом, но и сыграть в любом другом жанре. Однажды ей поверили, и актриса оправдала это доверие. Давайте же узнаем, как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк и как она живет сегодня. Смотрите видео до конца. Мегапопулярность пришла к актрисе Анастасии Заворотнюк после съемок в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла главную героиню Вику Прутковскую. Родилась Анастасия Заворотнюк 3 апреля 1971 года в Астрахани в творческой интеллигентной семье. Мама Валентина Заворотнюк служила актрисой в местном тюзе после того, как семья переехала в столицу, преподавала сценическую речь в институте Останкино. Папа Юрий Заворотнюк – режиссер, директор телеканала, член Академии телевидения РФ. Он занимался постановкой телевизионных проектов на нескольких каналах. Кроме Насти в семье подрастал старший сын Святослав, который и выпросил у родителей сестру. Родители Насти очень творческие люди, поэтому с детства учили своих детей уважать искусство и старались как можно больше развивать их способности и таланты. О сцене Настя стала мечтать с детства, она помнит, что еще даже не могла правильно выговорить слово актриса, а уже хотела ею стать. Она постоянно торчала с мамой в театре, знала все роли наизусть и даже пыталась из-за кулис подсказывать слова, если артист на сцене вдруг их забывал. Очень часто этот шепот был слышен в зале, и тогда рассерженный режиссер кричал, чтобы девочку убрали из зала, и она не сорвала постановку. Дома у них всегда было полно гостей. К родителям приходили коллеги, и Настя с удовольствием впитывала в себя все, что звучало из уст музыкантов, актеров, режиссеров. Ей казалось, что другой жизни просто нет, есть театр, сцена, эти совершенно потрясающие люди, а все остальное не имеет никакого значения. Она чувствовала себя частью этого богемного мира и всеми силами старалась в него попасть. После окончания школы в 1988 году Настя все же прислушалась к советам родителей и стала студенткой исторического факультета Астраханского пединститута. Девушка выдержала там только один год и поняла, что не готова всю жизнь заниматься этим делом, даже если оно сможет обеспечить ей нормальный достаток и стабильность в жизни. Она готова была на любые трудности, лишь бы заниматься любимым делом. Сцена влекла Анастасию с прежней силой. С благословения отца Заворотнюк отправляется в столицу и пытается пробиться в ГИТИС. Маму решили до поры до времени не беспокоить и сообщить ей, когда уже будут результаты. Вскоре Настя предстала перед приемной комиссией ГИТИСа, но не сумела справиться с волнением, застеснялась и в итоге провалила испытания. Девушка расстроилась, позвонила отцу и сказала, что возвращается домой. Но вдруг получила от отца отдельный совет идти сдавать экзамены еще в один театральный институт. Анастасия послушала папу и вскоре уже покоряла преподавателей приемной комиссии школы студии МХАТ, и этот эксперимент оказался успешным. Первым мужем Анастасии Заворотнюк стал немец Олаф Шварцкоп. Он долгие годы жил в Эстонии. Они познакомились на одной из вечеринок и вскоре поженились. Анастасии понадобился всего год, чтобы понять, что это не ее судьба, и актриса подала на развод. Второй раз актриса вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Стрюкова и даже взяла его фамилию. Он баловал любимую, а она не уставала принимать от него подарки в виде шуб, бриллиантов, машин, квартир и даже бизнеса в Штатах. В эти годы она много путешествовала по миру, отдыхала там, где хотела, а не там, где позволяют средства. В 1996-м у них родилась дочь Ана, в 2000-м сын Майкл. На протяжении трех лет актрисе пришлось разрываться между двумя странами, на родине она пыталась делать карьеру актрисы, в Америке продавала недвижимость. Их брак распался в 2006-м, когда у Анастасии завязался роман на стороне. Именно в это время в ее личной жизни появился Сергей Жигунов, партнер по проекту «Моя прекрасная няня». Они играли влюбленных в сериале, и эти отношения вскоре перенесли в реальную жизнь. Ради Заворотнюк Жигунов бросил семью, но после двух лет совместной жизни с ней он попросил прощения у жены и вернулся обратно. В 2008-м актриса познакомилась с известным фигуристом Петром Чернышевым и в сентябре того же года стала его официальной женой. До этого они особо не афишировали свои чувства, да и свадьбу сыграли очень скромную. На торжестве присутствовали только самые близкие люди. В прессе упорно ходят слухи о миллионных долгах актрисы. Она вложила деньги в строительство катка в Сочи, чтобы Петр мог начать тренерскую карьеру и занялась приобретением коттеджа, но слегка преувеличила свои возможности. Актриса не в состоянии своевременно платить по счетам. О тяжелой болезни Анастасии стало известно в 2019 году, с того момента актриса не появляется на людях, ее семья хранит молчание, только иногда дочь Заворотнюкана, вскользь упоминает мать в инстаграме. Актрисе Анастасии Заворотнюк удалили часть мозга из-за глиобластомы. Соседи и знакомые артистки рассказали о ее состоянии. Во время операции ей удалили довольно большую часть мозга, опухоли ткани вокруг. Мозговая деятельность безусловно повреждена. Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться, поделился член-корреспондент РАН, зав. лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков. Специально для Анастасии в Институте Петрова в Санкт-Петербурге разработали персональную вакцину против рака из ее клеток. Эксперты считают, что именно этот препарат помогает актрисе. По словам знакомых, Анастасия сильно поправилась из-за лечения. Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия очень полная, с адутловатым лицом. Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же, она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески, рассказала соседка Заворотнюк. У актрисы частично парализована правая часть тела, нарушена речь. Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания, и вообще и не до разговоров по душам, поделился знакомой семье Анатолий Демидов. Другой знакомой артистки говорит, что кардинальных улучшений в ее состоянии нет, но и ухудшений тоже. Недавно в сети появился снимок с дорожной камеры, на котором, предположительно, муж Заворотнюк-фигурист, Петр Чернышев едет за рулем, а рядом с ним сидит полная женщина. Возможно, это сама актриса. Дочь Анастасии косвенно подтвердила, что на фото ее мать. Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под богом ходим, ответила Анна на вопрос подписчиков о снимке. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.